Пещущая трагедия транзита «Русский бунт» по мотивам оперы Мусоргского Борис Годунов. Вот вы видите тут на картинке у нас и обозначение власти такое символическое, и Борис, и шахматы, и бунты самых разных эпох. Действительно, в России народные восстания бывали достаточно часто. И, кстати, вот 17 век, а мы говорим именно о нем, в начале 17 века совершилась первая русская революция. Это и есть первая русская революция, падение династии Рюриковичей, Борис Годунов. Это все одна эпоха, и сошел на престол Михаил Романов в 613 году, и началась новая династия. То есть, собственно, вот то, о чем мы сейчас говорим, это и есть первая русская революция. Падение одной династии, восшествие на престол другой династии, и, соответственно, уже какая-то новая страница национальной истории. Так вот, если мы посмотрим на 17 век, видите, и соляной бунт, и медный, и стень Каразин, в 18 веке Пугачев, в начале 19 декабристы, потом революция 5 года, две революции 17. И, наконец, последняя из нам известных, это август 91, хотя тоже историки спорят, была ли это, собственно, народная революция, или это было что-то другое. Но, тем не менее, мы в целом, в среднем, можно сказать, можем это воспринять как тоже одну из наших многочисленных революций, восстаний, мятежей, всего, что мы обозначаем именно этим словом. Сюжет оперы Борис Годунов можно кратко напомнить тем, кто, может быть, не вполне сейчас может это освежить в памяти. Это народная молва, которая приписывала Борису Годунову убийство в Угличе, царевича Дмитрия, наследника сына Ивана Грозного. Мы увидим в этой пьесе, Пушкин об этом много говорит, очень красноречиво это показывает, и муки совести Бориса, и положение народа достаточно тяжелое, и восхождение самозванца Лжедимитрия. Беглый монах Григорий Отрепев сориентировался, он был одного возраста спокойным младенцем Дмитрием и решил провозгласить себя царем. И вот эта история Лжедимитрия, который сначала, скоординировавшись с Польшей, сумел все-таки войти в Москву триумфатором, но это все очень быстро закончилось, и он был тоже казнен. Тут и недовольство бояр, и польская знать, она обрисована в опере очень наглядно тоже. Это все вы, конечно, знаете и помните. Модест, мусоргский автор этой оперы, это, можно сказать, музыкальный славянофил. Мы все знаем, как спорили славянофилы и западники, и как у нас были какие-то стычки даже между ними, полемика очень острая, она, собственно, и сейчас продолжается. Славянофилы, грубо, если говорить, думали о том, что Россия имеет свой особый путь, что она должна идти какой-то своей собственной дорогой. Западники же говорили ничего подобного, есть просвещенная Европа, мы у нее в хвосте, и, собственно, должны продолжать за Европой вслед развиваться, идти по той же самой дороге. Так вот, могучая кучка, это не столько даже славянофилы, строго говоря, сколько это любители России, русской старины, русской истории. Все они писали о России, думали о России, и, собственно, никаких других тем у них и не было. Это все национальная идея, что такое Россия, к чему она идет, к чему она может прийти, именно об этом они всю жизнь и говорили. Из них, конечно, как все мы знаем, Мусоргский самый радикальный, самый новаторский композитор, и то, что он совершил, можно действительно назвать революцией, но революцией в музыкальном искусстве. Может быть, этому способствовало его отношение к искусству, не как к искусству, не как к украшению жизни, не как к чему-то прекрасному. А он, наоборот, полагал, что искусство должно касаться самых больных точек, самых острых вопросов и говорить об этом столь же острым языком, новым, очень реалистичным. То есть он практически отказался, как вы знаете, от мелодической красоты, от напевности. И большая часть его музыки – это музыка, которая буквально вырастает из речи, из речитатива, из подлинных жестов, из подлинной интонации людей, самых разных сословий, тех людей, которых он знал, которых он наблюдал. И это единственный, собственно, автор, которого можно так в шутку назвать Толстоевским, потому что он что-то взял от Толстого. Вот у нас среди слушателей много музыкантов, собственно, все музыканты. Действительно, если мы вспомним его, богатырские ворота, скажем, в картинках с выставки, многие другие какие-то эпизоды, тот же колокольный звон, мы еще сегодня будем вспоминать о нем. Это очень мощная, сильная фактура музыка, очень мощного и сильного богатырского плана, действительно. И в то же самое время, как Достоевский, он очень скорбит о народе, сочувствует народу. И вот это чувство народной боли, оно у него чрезвычайно заметно и питает его музу постоянно на протяжении всех его творческих свершений. Если мы вспомним, как создавался Борис Годунов, он стоял, в общем, на хорошем фундаменте, потому что опера Саламбо была написана, не закончена, но немножко попробовал себя Мусоргский в таком большом стиле. Потому что опера Борис Годунов, как вы понимаете, с гигантскими хорами, сценами и солистами и народными какими-то выступлениями в самых разных местах оперы, это большой стиль, это настоящая, по сути дела, большая опера. И наряду с этим он пробовал писать в своем собственном таком речитативном роде. То есть женить бы это была тоже такая разговорная гоголевская опера, не говоря уже о множестве романсов. Так что вот этот вот стиль реалистичный, народный, достаточно радикальный, потому что он не опирался на мелодику и не опирался на классическую гармонию. Он скорее даже был похож, может быть, на какие-то даже опыты 20 века, скорее. Вот было три редакции оперы. Первая, собственно, говорила о Борисе, сосредоточивалась вокруг его фигуры. Вторая редакция по настоянию Мариинского театра, который собирался поставить все-таки эту оперу. И театр потребовал, чтобы была женская роль, чтобы все-таки было как-то, все это снабжено любовной интригой, как и положено. И Мусоргский пошел навстречу театру и создал польский эпизод. Это, конечно, не целый акт, это я тут, может быть, несколько преувеличиваю. Но, тем не менее, да, это был ряд сцен, где главным героем была Марина Мнишек, возлюбленная самозванца Лжедимитрия. И, наконец, уже последняя редакция, уже перед самой постановкой, обрела еще один такой круг вопросов. Как раз этот круг нас и более всего волнует. Появилась сцена под кромами, сцена народной революции. И эту сцену Мусоргский взял из карамзинских трудов, из трудов историка и писателя Карамзина. То есть вы видите три редакции, и каждая из них все глубже вникала в то, что такое русская история, как она соотносится с Западом, и что такое народ, и что от него можно ждать. То есть вот весь круг проблем, которые интересуют нас и сегодня тоже, он был затронут в третьей редакции уже в полной мере. И самое интересное, что ставить эту оперу все-таки никак не решались. Язык Мусоргского, не говоря уже о теме, достаточно крамольный в те годы, потому что это проблемы с властью, проблемы у царя. Царь-убийца, царь-преступник. Одно дело, когда это представлено в книге, в драме, а другое дело, когда это видно на сцене. Это, конечно, сцена императорского театра. Она, эта сцена, вряд ли мыслила себя как пропагандист такого рода сочинений. Так что трудности были огромные. И вот я тут выписала вам такое свидетельство певицы Юлии Платоновой, которая заставила директора театра Гедеонова поставить в конце концов Бориса, потому что она хотела петь Марину Мнишек, петь ее в свой бенефис и буквально топнула ногой. Или вы ставите Бориса, или я ухожу. А так как певцами очень дорожили, то, само собой, решили пойти хорошей, прекрасной певице навстречу и в конце концов поставить Бориса. Причем Гедеонов, вот тут цитата есть даже с его слов. Ну вот до чего вы меня довели, я теперь рискую, что меня выгонят из-за вашего Бориса. И что только вы нашли в нем хорошего, не понимаю. Вот она говорила, что тем вам больше чести. Она даже из-за Бориса поссорилась с великим князем Константином, который был на премьере, был весьма недоволен оперой. И она, певица Платонова, очень отстаивала эту оперу. Она ее любила, она ей нравилась. Она вообще нравилась очень народу, публике. Публика была в восторге. Но несмотря на это, цензура все-таки испугалась. Потому что царской семье эта опера сильно не нравилась. Они чувствовали там какой-то не тот дух. Им предпочитали быть от этого подальше. И, конечно, вот такое несправедливое, вопреки любви народной, вопреки любви публики, вот это вот несправедливое отношение к Борису, во многом убивало просто Мусоргского. И было, конечно, причиной его дальнейших злоключений, несчастья. Так вот, мы, глядя на эту великую оперу, попробуем предсказать, какова вероятность массовых протестов в России в ближайшие годы. Как мы, конечно, сейчас все видим, то, что сегодня мы имеем, это совсем не массовые протесты. Это некие локальные какие-то мероприятия. Массовые протесты – это совсем другое. Это народная революция. Так вот, об этом мы поговорим, обращаясь и к мыслям философов, писателей, поэтов русских, и к мыслям самого Модеста Мусоргского, до мозга костей русского человека, который понимал свою страну как не то другой. Ну и, конечно, можем обратиться и к политической практике, к современным каким-то мотивам. Так вот, одна из опор любых рассуждений о революции, о восстаниях, о каких-то перспективах исторических, – это теория революционной ситуации Владимира Ильича Ленина. Раз этот человек сумел совершить революцию в России, мы ему можем доверять. То, что он думал на этот предмет, то, что он знал о нашем народе, о возможности большого народного восстания, мы, конечно, можем понять, что он был прав. Так вот, знаменитейшая формула, которую все знают наизусть – верхи не могут, низы не хотят, и обострение свыше обычного народной нужды и лишений. Вот эта формула революции, которая никогда не устаревает, причем здесь речь может идти не только о русской революции, но также и о революции где угодно и как угодно. Вы прекрасно помните, как в 1789 году, когда совершалась Великая Французская революция, народ требовал хлеба, голод, вот оно обострение народной нужды и лишений. И, конечно, эта легендарная фраза о том, у них нет хлеба, пусть едят пирожные, в этом смысле она очень даже симптоматична. Так вот, почему мы можем сейчас об этом судить, и как мы можем рассуждать на эту тему? Ну, многое заключено в опере Мусоргского, которое ключ, можно даже сказать, к российской истории. Кстати, не случайно Борис Годунов вообще, вот этот сюжет, он был воспринят в роли вот этого ключа к истории и в 1826 году, когда появилась, собственно, эта драма, трагедия. И Мусоргский, как вы видите, именно в этом смысле воспринял Бориса как некий ключ к национальной истории, психологии, к возможности серьезно поговорить об этом. И, конечно, сегодня сколько постановок Бориса, я уже видела, так сказать, и сама постановку Деклана Донеллана у нас в Москве, не оперную, а просто, так сказать, драматическую. Сейчас появляются разные проекты авангардные по мотивам Бориса. То есть это все время происходит не случайно, потому что мы увидим потом, что и в опере, и в самой этой трагедии пушкинской заключены все политические силы России, и, в общем-то, сказано о том, какой Россия может быть. Так вот, одна из таких точек этой оперы – это культ страдания. Если мы посмотрим на русскую поэзию, если мы посмотрим на русские размышления вообще о себе, мы увидим одну вещь, которую не всегда сразу и разглядишь. Я вот помню в свое время, когда я была на передаче, такая была передача «Право голоса» Романа Бабаяна, и он так патетично обратился к студии. Ну вот если ваша мать, вот, ну, больная, какая-то не такая, вся какая-то непонятная, розет такая, валяется в грязи, вы что, пройдете мимо? Да это же ваша мать! То есть какой бы она ни была! И вот когда сейчас пытаются критиковать очень часто какие-то различные стороны нашей жизни, депутаты, например, это произошло в питерском ЗАГС-собрании, говорят. Ну что вы ругаете? Это наша Родина! Ну, знаменитый этот анекдот про крота, да, который сидел под землей, это наша Родина, сынок. Суть в том, что вот Набоков эту суть, кстати, прекрасно выразил, как и Цветаева, эмигранты. Видите, он во сне увидел, что его ведут на расстрел. Стихотворение такое, расстрел, оно так и называется, стихотворение Набокова. И видите, вот он стоит уже у оврага, его должны расстреливать. И он говорит, но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так. Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг. Какие патриотические слова! Какая безумная ностальгия! Вот этот в черемухе овраг! Вот он хотел бы быть там, пусть уже меня расстреляют, но только я буду дома в России. И, как говорит Цветаева, всяк дом не чужд, всяк храм не пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, это же все эмигранты. Они говорят о том, что вот это чувство родины, вот это больное, надломленное чувство, никогда русского человека не покидает. Где бы он ни был, он любит свою мать, хоть она его и выгнала, хоть она и была к нему жестоко. Что уж говорить о Солженицыне, о Бродском, о миллионе наших эмигрантов, о Довлатове, которые вынуждены были жить за рубежом, но как же они любили Россию. И мы привыкли. Мы любим родину не за то, что нам тут хорошо живется. Вот как ни парадоксально. Вот родина не там, где мы богаты, где нам хорошо, где нас ласкают, где нас любят, где мы можем реализоваться. Вот в России это не так. Вот родина не обсуждается. Любовь к ней существует вопреки всему. Как бы она себя не вела, что бы она ни делала. И вот интересное тут замечание Надежды Мандельштам, которая вспоминает, как Осип Мандельштам, ее муж ей сказал, а кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива? То есть русские люди, вопреки, скажем, американской конституции, где написано о стремлении к счастью, как о конституционном праве человека. В России это не так. Право на страдания, которое иногда ничуть не хуже для русского человека, чем право на счастье. Вот такой патриотический мазохизм. Он свойственен нашему народу, в этом есть какая-то особая черта вообще России, российской социальной психологии. И вот это сразу почувствовал Мусоргский. Он беспредельно сочувствовал народному страданию. Почему он стал таким? Трудно даже судить об этом. Но три причины я назову, одна из них не нарисована. Это то, что он был уроженцем тех мест, которые вообще, как сейчас говорят, к татарскому игу никакого отношения не имели. То есть это абсолютно этнический русский. Это Псковщина. Причем Псковская вольница, Тарапецкий уезд, Псковской губернии. Вот там его родовые места, там, так сказать, имение Мусоргского. И вот родители отдали его в школу гвардейских прапорщиков в Петербурге. И посмотрите, какое ужасное воспоминание об этой школе. Это рассказывает известный географ, путешественник Семенов Тяньшанский. Он пишет, что дедовщина была страшнейшая. То есть Мусоргский уже в глубокой юности, можно сказать, в подростковом возрасте, понял, что такое издевательство, что такое унижение, что такое страдание. Он это понял на своем опыте. Но мало этого, он был настолько добр, настолько хорош, что это вообразить невозможно. Вот достаточно вам сказать, что он в пользу своего брата, старшего Филарета, отказался от отцовского имения и обрек себя на полную нищету. Почему он все время хватался за какие-то чиновные работы, за какие-то должности пустяковые. А жить-то не на что. Он отдал все, что у него было, семье своего брата. И когда ему говорят, ну что ж ты так это сделал? Он говорил, а как же? А вот у него дети, а он женат, ну а я как-нибудь так. То есть он себя любил меньше всех. Вот как здесь сказано, что Мусоргский был бы прежде всего друг для всех и враг для себя. Он никогда не высказывал ни о ком оскорбительных мнений. Он даже не мог прихлопнуть комара. Он не мог удить рыбу. Как же рыбе больно. То есть его доброта не знала границ. Вот эта чуткость к человеческим и даже не только человеческим страданиям была в нем безмерной, которую предположить нельзя. И вот почему он, будучи и психологически таким человеком, и видя вокруг себя эту социальную действительность, где сплошные муки и страдания, он всю свою операту пропитал минором, страданием. Юродивый один из главных героев. То есть вот эта вот обстановка страдальческая, этого патриотического мазохизма, скажем так, вот эта обстановка царит буквально в опере Борис Годунов. Ну, как вы помните, есть такое меткое выражение Пушкина, что ямщик затянул песню по обыкновению заунывную. Вот. Так что вот это разве не заунывное, это вступление к Борису. Это не просто там заглавный мотив оперы, это ее своего рода формула. То есть вот таких страдальческих нот в этой опере миллион. Борис страдает, народ страдает, Ксения, дочь Бориса, страдает, у нее убит жених, и вся музыка пропитана буквально этим невероятным страданием. Вот таким. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ выступают давно, еще несколько лет назад, это было против монетизации регот, бедные люди, то обманутые дольщики, то просто, видите, вот бедность, это наш бич, и, в общем, это признает и правительство, что действительно такая проблема есть, миллионы россиян живут ниже черты бедности. И президент говорит, для русских на миру и смерть красна. То есть, видите, мы думаем не о счастье, не о радости, а мы думаем о жертвах, мы думаем о страданиях. Кстати, в православной религии, в вере, эта тема страдания, боли, она очень педалируется, и, как вы все знаете, у нас главный праздник Пасха, связанный с распятием Христа, с его страстями, в отличие от Запада, где больше любят Рождество. Так что вот эта вот апологетика, скажем так, страдания, печали, слез, это все впилось буквально в оперу Борис Годунов, причем Муцарский нашел здесь жанр такой русского плача. Вот то, что вы сейчас слышали, это стенание юродивого, моление народа, это все сделано на мотивах национального жанра русского народного плача. И вот, что говорит об этом писатель Алексей Иванов. Просто интересно послушать. Послушайте. В целом, по прочтению, ощущение невероятной тоски. Пусть и зрелищной, но тоски. И вот когда захочешь считать, первый вопрос, который у меня возникает, будет ли в России когда-нибудь не тоскливо? Ну, по крайней мере, за пределами больших городов? Не знаю. Я перспектив особенных не вижу. Как говорится, что у нас каждые 10 лет что-то меняется кардинальным образом, за 200 лет ничего не поменялось. Так что с этой точки зрения вряд ли это. 200 лет не поменялось? Ну, это, по-моему, Салтыкова-Щедринка. Ну, 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 ну. Она вот сказала-то, когда действительно могла не меняться. А так-то после Салтыкова-Щедрина царская Россия, советская Россия, ну и как бы независимая Россия. Какие-то базовые вещи все равно остались неизменными. Вот видите, этот писатель Алексей Иванов, это автор, географ Глобус Пропил, Ненастье, то есть довольно этабол, известный писатель. Он считает, что вот эта печаль, вот эта вот страдальческая нота, она так или иначе свойственна русской истории. Если же сразу говорить о революционных ассоциациях, как раз терпилы у нас все. То есть люди привыкли жить бедно, люди привыкли жить не очень роскошно, люди привыкли свыкаться с проблемами, как-то их переносить, переживать. То есть нет, представьте, что должно вообще небо упасть на землю, чтобы, как сказал Владимир Ильич Ленин, лишения и страдания народных масс уже дошли бы до какой-то точки кипения. Это должно быть нечто экстраординарное, потому что, в принципе, никогда в российской истории, никогда российский народ не жил сытно, вольготно, богато. Этого никогда не было. Поэтому вот такой страдальческий такой момент, он все время так или иначе у нас присутствует. Но вот Мусорский это поймал, он это запечатлел в своей опере. Так вот, первая формула ленинская. Низы не хотят. И тут философы говорят, насколько возможно, чтобы низы не захотели. И мы с вами можем увидеть, как в столицах гром гремят вити, идет словесная война, а там во глубине России, пишет Некрасов, там вековая тишина. То есть у нас люди, мало того, что они привыкли к такой неприхотливой, даже достаточно скромной, иногда даже бедной жизни, они не хотят шевелиться. То есть вот эта лень русская, обломовщина, то, что мы не очень деятельны, это просто закон. Я когда одно время имела такой проект вместе с голландцами, они говорили, знаете, если в России один день праздник, то уже вся неделя летит к черту. То есть как бы, ну да, перед праздником, или там потом еще что-то тоже. То есть не то, чтобы очень мы были активны. Такая вот, может быть, мощная очень платформа наших несогласий с Западом, эту платформу хорошо описал Гончаров. Обломов и Штольц. Вот они Штольц, а мы Обломов. И действительно это есть. Вот что Гачев пишет в книге «Русская дума», говорит, «Лень наша родная Обломовская, мать всех пороков, оказывается субстанцией греха и зла, замедленность движения, дрема». Такой момент есть. И вот я уже как-то и раньше говорила, что социально-психологические основы России, время российское, время, верите, но оно кругообразное и возвратное. Пространство как бы расширяется, выходит за свои собственные пределы. И колокол не случайно символ России. Раз, два. И никуда не двигается. Вот он сидит на этом месте. Вот он остался на этом месте. То же самое и в музыке. Вот только что мы с вами спели, помните, вступление к Борису. Настоящая русская песня. А вот тут я вам выписала настоящую подлинную русскую песню. Та-там, ла-да-да-там. Та-дам, ля-ля-ди. Та-дам, ля-ля-ля-ля-ля-ля-дам. Вот так вот мы можем идти довольно долго. То есть вот такое погружение в какое-то мягкое такое пространство. Активности. Ну вот вспомните там Монрика какого-нибудь. Та-там, там, тара-рым. Лям, там, там, тара-рым. Вот так поют. Вот как поют на Западе. А у нас не так поют. То есть вот эта инерция затягивающая, она все время есть. Буквально вспомним чуть-чуть колокола. У Мусоргского он очень любит вообще колокольности. В Борисе, как символ вот этой инерции, вот этого маятника, он показывает колокола. Музоргского он очень любит. И так далее. То есть вы слышите, что вот это вот все время инерционно так продолжается, идет. И вот такого рода инерция, она нам вообще свойственна. И вот в политической повестке тоже. Помните, как Медведев говорил, вот вы учитель, мало денег, идите в бизнес. Сейчас у нас, это при мне было сказано вслух, я слышала это своими ушами, как Алексей Кудрин, он был в Сириусе, в Сочи. И он там сказал, что у нас недостаток в том, что лишь 2% россиян хотят заниматься бизнесом. А это критическая цифра, это мало. Это очень мало. И даже сам президент, как бы воспринимая вот эту народную инертность, называет жуликами и торгашами представителей малого бизнеса. Вы все помните, как это было вот сейчас. И вот довольно смелое заявление тут, я вам цитирую, политолога Владимира Пастухова, который говорит, что стабильность путинского режима держится на непробиваемой лояльности обывательской массы. И уже все я не буду вам читать, но он говорит, что она истинный демиург, вернее создатель, если проще сказать, режима, хотя и не стала его бенефициаром. То есть дело именно в этом, не в силовиках, не в каких-то особых насильственных мероприятиях. Вот где лояльность, стабильность и вот это вот такое обывательское пространство большое, болотистое, которое засасывает буквально любую инициативу и любую энергию. Вот эта вот инертность, которую заметил Мусоргский и запечатлел в опере, она есть в нашей жизни. И вот как Алексей Иванов, писатель, рассказывает об этом практически. То есть он говорит, что народу, собственно, вот эти свободы западные, они даже и не нужны. И в Советском Союзе он себя чувствовал достаточно комфортно. То есть некий возврат к СССР вполне органичен. Вот посмотрите, что он говорит. Ну, вообще понятно, что жизнь была зарегулирована. Там нельзя было выйти из Кореи. Вот, а если хочешь что-то делать, волей-неволей приходится выходить из Кореи. Советский Союз этого не подразумевал. Окей. А как, что было сигналом для того, что мы с собой возвращаемся? Какое-то общее удовлетворение нации государством. А нация должна быть недовольна государством? Мне вообще кажется, что нация всегда должна быть недовольна государством. Даже самое идеальное государство, там, не знаю, там, созданное Платоном, нация должна быть недовольна. Это норма существования, что ты всегда должен быть недоволен властью. Там власть всегда кто-то должен оспаривать. Это не потому, что власть плохая. Просто так положено в нормальном обществе. Если мы начинаем быть довольными, то нам дальше некуда развиваться. Мы всегда должны быть недовольны своим образованием, своим моральным обликом, своим финансовым положением. В том числе и своей властью. И стало понятно, что нации этого не нужно. Там ни свобода, ни Европа, им нужен Советский Союз. Это было очень грустно, Горик. Вот видите, так что то, что мы часто слышим, что действительно самая большая геополитическая катастрофа – это распад Советского Союза. Мы можем это понять не только как распад некой территории на отдельные государства, но как уход определенного образа жизни, который людей устраивал, который людям был как бы по сердцу. Вот об этом говорят многие политологи. И вполне возможно, что тут некая доля истины имеется. Так что если мы говорим, а что, низы не хотят разве? Да нет, они как-то вполне в таком инертном состоянии. Верхи не могут. Давайте посмотрим. Что касается оперы Бориса Годунов, то здесь кто не может? Борис. 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 Потому что он сам себя замучил и страдался от того, что он убийца царевича Дмитрия. Но хитрость в том, что это далеко не факт. Вот здесь я вам привела некие соображения, которые есть у историков. Они защищают версию о том, что Борис, может быть, и не убивал Дмитрия. Это было, что называется, фейк-ньюс. Это была народная молва. Точно так же, как Сальери не травил Моцарта, а вот эта молва разрослась и стала уже чуть ли не очевидностью после пушкинской трагедии. Так вот и Борис. И вот тут есть такая цепь рассуждений, что исполнители пытались свалить на Бориса, так как хотели отвезти от себя подозрения. Михаил Битяковский, которому приписывают исполнение этого преступления в момент убийства, был дома. То есть тут есть сомнительные моменты. Пушкин больше тяготеет к тому, что может быть все-таки Борис убийца, даже скорее всего. Но интереснее, вот вы тут прочитаете слова Бориса, что вот зачем 13 лет мне сряду все снилось убитое дитя. Действительно, зачем? Так может, он не убивал его. Он говорит, безумец, я чего же я испугался, на призрак сей поду и нет его. Ну что, где тут признание? Но у Мусоргского полное в тексте, сочиненном Мусоргским, есть, видите, такие слова. Не я, не я твой лиходей, народ, воля народа. Видите, что Мусоргский говорит? Это его текст, авторский текст Мусоргского. Что Борис-то, может быть, и не убивал даже, скорее всего. Это просто вот такая молва, слух, который как лавина несется, все сметая на своем пути. Вот буквально несколько минут, секунд послушайте, как это происходит в опере. Сейчас одну минуточку. Вот так. Так. Мусоргский текст Мусоргский Ну и так далее. То есть вы понимаете, что он безумен. Он просто безумен. То есть верхи не могут почему. По 25 статье американской конституции царь сошел с ума. То есть он не в состоянии не управлять, ничем либо заниматься. Вот эта вот молва, она его просто съела. И вот сейчас мы услышим, чем наш президент сейчас отличается от Бориса. Почему, так сказать, народная любовь по-прежнему с ним и как это изначально произошло. Тут Алексей Иванов это будет констатировать. Я понимаю, что его этого Алексея Иванова не особенно радует. И рядом с ним Сергей Доренко, который приложил руку во время избирательной кампании. То есть много об этом знает. Он будет объяснять, почему нашей истрадавшейся стране Путин прямо вот то, что ей было нужно. И то, что она может принять и полюбить. Вот посмотрите. Как вы относитесь к Путину? Сложно сказать. Примерно так же, как все нации. Все-таки Путин очень точно угадывает, что нужно народу. И он, в общем, является такой квинтэссенцией народа. Что вы на меня тут смотрите? Прям квинтэссенцией? За что народ его так любит? Я подумал, что Россия, которая вся оттраханная, вот эта Россия, она заслужила брата-солдата. Брат-солдат это Путин. Брат-солдат, понимаете? Вот эта оттраханная девка с косой на кулаке у чужого мужика, она хочет, чтобы приехал брат-солдат. И не драл ее, а впрягся, чтобы братан пришел, братан-солдат пришел. И она, понимаете, почему я эту фишку? Поймали? И вот эту фишку надо было нашептать ей. Надо было ей сказать, приедет братан, реально решит вопросы. Реально. И впряжется за тебя. И вот так пожалуешься, и он прямо вот это несет. А вы придумали эту концепцию? Или вас попросили? Я почувствую. Спасибо. Вот видите, он почувствовал. Так что тут можно сказать, что верхи в полном порядке. Это именно то, что нужно народу, то, что народ принял. Нравится это кому-то или не нравится. И, следовательно, вот этот фактор революционной ситуации, когда верхи не могут. Вот ничего похожего как бы не наблюдается. Но, тем не менее, вот эти вот факторы обострения страданий народных масс, низы не хотят в силу своей инертности, верхи не могут в силу самых разных обстоятельств. Даже если бы это все было, тут вот орел или решка. Мы все балансируем вот на какой-то ниточке буквально. Некая фантасмагория русской жизни существует. Вот интересное тут рассуждение философа Льва Красавина. Он говорит, вообще в русском логосе, то есть в русской философии не был пока существенный вопрос. Как я могу что-либо знать? То есть теория познания. А вот откуда вы знаете, что это вот так, а не так? И вот философ говорит, что в России, вот он говорит, история России не сплошняк, а вся в зияниях и разрывах. Никакая постепенность и последовательность, логика, переход от звена к звену. Ничего этого не работает. То есть вот эта вот логическая цепь в России всегда рвется. То есть вы никогда не можете знать, что было, что будет, чем сердце успокоится. Какая-то сумасшедшая лавина событий, соображений, чувств, побуждений. И вы не можете понять, во что это выльется и куда это придет. И это показал Мусоргский, это показал Мусоргский в монологе Пимена, да и вообще везде в опере, есть вот эти ухабы, разрывы. Вы не видите, как это бывает у Чайковского. Что день грядущий мне готовит, он будет петь его, мой взор напрасно ловит. Прямо как в Европе, вот так все последовательно красиво. У Мусоргского нет, у него вот как в России. Ухабы, разрывы, непонятно что куда идет. Одно закончилось, начинается другое. Буквально секунду посмотрите, как это в монологе Пимена. И это везде так. Пришел я в ночь. А утром, в час обедний. Вдруг слышу спуск, ударили в напад. Мне ждут, и вот, вон, 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 вон. И так далее. Вот видите, какие-то отрывочные сцены. Вот как в свое время Паула Волкова говорила, видите, тут поцелуй Иуда из-за капеллы Скоровенин. Как художник рассказывает, я там был, и вот как это было. Это невовлеченный свидетель событий. Это не тот, кого мы сейчас вот называем иногда акторы. Вот те, кто действуют, те, кто что-то делают. Нет, русский человек с дивана наблюдает, что происходит вокруг. Он это описывает, он об этом говорит. Но непонятно, как будут стыковаться между собой эти события. Как они будут монтироваться. Что зачем последует. То есть абсолютная фантасмагория. И вот гениальное кино о России лучше не придумаешь. Хрусталев машина. Кто не смотрел, с удовольствием посмотрите. Это довольно сложный там киноязык. Это Алексей Герман. Он рассказывает о враче, который, опять же, волею какой-то невероятной силы судьбы попал, можно сказать, к смертному одру товарища Сталина. Но тут не об этом речь. Вот посмотрите, маленькая сцена в коммуналке. Как все, можно сказать, мотается и куда-то плещется. Идет неизвестно почему, неизвестно зачем. Какая-то хаотическая сцена. Вот этот хаос. Хаос шевелится, как говорил Тютчев под ними. Хаос шевелится. Он всегда присутствует в русской жизни. И вот этот хаос не дает нам понять и построить какую-то логическую цепь. В чем бы то ни было. В чем бы то ни было. Хоть в истории, хоть еще в чем-то. Один ветеринар, он нас зашнула террористическим сном. Не надо, как близко думка. Мне надо ходить с палкой. И потом зачем это? Вот вся кровать пропахла колбасой. Я не могу преодолеть своих фантазий. Оставьте это. До сна и до сна. А зла и подумала, что он комя. И... А, что там? Да не надо, дурак. Я на настоле проверяю. Что? Что? Я? А ну-ка, Надюш, давай проверим наши счета. Что ты вчера брала у Елисея? Алексей, принеси мой чернелик. Возно в уборную. А нам надо. Да, нам надо. Не надо. А нам надо, как говорят. А нам надо, как говорят. Томя, 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 томя. Томя, очень я рада. Томя, ты не работаешь, Мартур. Тогда немедленно отвези меня в богательню. Немедленно. Все, завтра как отменяется. Едем в богательню. Томя, томя, томя. Вот видите, все каким-то намотанным клубком развивается. Не по линии какой-то логической, а какой-то кучей вообще непонятной. И это чему способствует? Тому, что в России всегда всему могут поверить. Вот даже сейчас, вот политические какие-то перипетии. Есть версия о том, что Навальный отравил себя сам. Есть версия, что его отравила Мария Певчих, одна из его соратниц. Есть соображение о том, что в Омске анализы не показали никакого яда. Все возможно. Вот Петров и Баширов нас в Шпильселсберецкий смотрели. А они ни при чем. Вот рейс MH17. Россия ни при чем. Это Украина, это Бук, там, тут. И все люди пожимают плечами. Не знаю. Все возможно. Закон, что дышло. Именно потому, что вот эта вот нелогичная цепь событий наворачивается одно до другое. И вы не знаете, на чем остановиться, на чем остановить свой взор. Как вывести непреложную истину из этого хаоса, который на вас наваливается. Это происходит, собственно, везде и во всем. Вот эта фантасмагория русской жизни, она является таким крупнейшим вопросительным знаком, который стоит на русской истории, на всем нашем будущем. И, наконец, вот последний момент. Мы уже подходим с вами к предсказанию. Какие действующие силы истории в Борисе показаны? Есть власть. Царь Борис. Сейчас это кто? Ну, это может быть президент, премьер-министр, правительство. Бояре. Сейчас это элита, чиновники, командиры силовиков. Народ. Пенсионеры, бюджетники, многодетные матери, рабочие, обманутые дольщики, кто угодно. Летописец Пимен. Это интеллектуалы, историки, политологи. То есть вы видите, что весь клубок российского поля политического разложен в этой опере и в трагедии Пушкина буквально как по нотам. Кто действует в нашей истории? Есть еще люмпины, радикальные леваки. Это сейчас ночные волки, футбольные фанаты, движение СЕРБ. И уже Димитрий, это политическая позиция. Это западники, это люди, которые недовольны режимом. И даже, может быть, не все из них недовольны режимом, но они хотели бы использовать момент, как говорил Владимир Ильич Ленин, вчера было рано, а завтра будет поздно. То есть найти какой-то момент для некой смуты. Она может, в свою очередь, может быть, как они надеются, привести их куда-то выше, чем они нынче находятся. Так вот, вот эти все силы политические, они присутствуют, как вы видите, и в опере тоже. Это, конечно, уникальная опера в этом смысле, что здесь есть все российские политические силы, и они музыкально представлены. И вот сейчас, когда мы услышим сцену под кромами, вот эту революцию, мы музыкально буквально на две минуты остановимся и поймем, что нужно для того, чтобы это состоялось, и чему нужно препятствовать, чтобы это не состоялось. Вот посмотрите, что это такое. Вот такая вот тема основная. Так вот, интересно то, что эта тема, которую Мусоргский сочинил, она является неким синтезом темы Варлаама, вот того, кто играет, скажем так, «Ночных волков», «Серб», то есть такой радикал-пьяница. Помните, он поет «Как во городе было в Казани», вот. И, соответственно, поет «Та-ля-ля-ли-ра-ра-ра-рим», это мотив Дмитрия. И неким синтезом этих обоих мотивов является тема революции. Тема революции. И вот тут говорит политолог Пастухов, что главная опасность – это разморозка народной мерзлоты, вот этой инертной массы. То есть вовсе не правые, не интеллектуалы, не лжедимитрий, не иностранные агенты являются какой-то настоящей опасностью, а вот это вот разморозка народной массы. И вот как говорит об этом Сергей Доренко, тоже знаток нашего народа, о народе в целом. О народе в целом. Послушаем. Самый невероятный выпуск программы «Прокурс» заканчивается следующей репликой. Главный вывод – власть не уважает нас всех. Поэтому уж он. И главная власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы это позволяем. Всего вам доброго. И всегда будем позволять. Мы такая страна. Мы дети. Мы всегда будем это позволять. Мы дети. Здесь нет общества. Это филадальная страна. Это что-то гены инфантилизма или что-то? Русские – это геройские дети. Геройские дети. Но если их оставить одних с ножицами и спичками, они сожрут чертовый материал. Ну просто сожрут. А если их, геройских детей, послать с гранатами по танк, они пойдут с гранатами по танк. Это геройские дети. Русские. Русские – уникальное чувство справедливости. У них абсолютное чувство правды. Поиска правды. И поиска геройства. И детства. Но они никогда не были гражданским обществом. Они никогда не имели возрождения. Они никогда не имели уважения к собственности, к индивидуальной судьбе, к индивидуальному человеку. Вообще ноль. Ноль. Это дети. 7-8 лет. Когда поймешь, становится легко с ними. Приятно. И начинаешь их любить. А как не любить детей? Вот видите, он хочет любить детей. И вот мы просто суммируя все, что мы слышали, скажем, чего должна избегать власть, чтобы не допустить настоящей народной революции. Никаких-то точечных волнений, которые всегда бывают. То шиес, то шиханы, то еще какие-то вопросы возникают. Вот сейчас тоже некий такой всплеск имеется. Это все не то. А вот настоящая народная революция, видите, синтез песни Варлаама и мотива Лжедимитрия создал Мусоргский. Что он этим символически хотел сказать? Что революция, как вот триггер, можно сказать, для нее, это смычка, смычка левых и правых. То есть, условно говоря, Варлаама, который поет, а вы видели в сцене под кромами, он заводил такой, как во городе было в оказании. Вот этот парень, да? Илжедимитрия такого. И вот из их синтеза вылетает эта тема. Прям революция, да? Вот этой ноты шестой ступени нету в песне Варлаама. Она есть только у Лжедимитрия. А в теме революции есть и то, и другое. И вот эта квинта, которая Варлама там, па-пам, па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И тая-ля-ля-ля. Отход от шестой к пятой-первой. То есть, такие вот музыканские подробности, Они говорят о том, что Мусоргский нам намекает, в чем революционная сила, в чем этот замес, который может взорваться. И вот я тут зачеркиваю, как бы, вот у Дальцова с Гудковым нет, так же, как в Ирлаам с Лжедимитрием не должны встречаться. А в Борисе они встретились. В Борисе получилось так, что вот эта стихия народного недовольства, а поджигатели этой стихии, это всегда вот эти вот деклассированные элементы, которые не имеют ни работы, ни какого-то места жительства, ни семьи. И вот Варлаам, это вам, так сказать, настоящий революционер. Ему нечего терять. У него и цепей-то нету. Пролетариат кроме своих цепей, а у Варлаама и цепей-то нет. И вот когда он встречается с западником Лжедимитрием, когда он встречается вот с этой силой, идущей из Запада и как бы побуждающей народ к революции, вот тут возникает взрыв. То есть вот встречу этих двух крыльев политических нельзя допустить. Второй фактор, которого нельзя допустить – делегитимация власти. Ведь что получилось у Бориса? Незаконность престола наследия, убийство наследника. А у Лукашенко получилась фальсификация 80%. Многие политологи говорят, был бы он скромнее, ничего бы не было. Сказал бы 54%. И все. Любой бы поверил. Но 80%, все поняли, безумие. Этого не может быть, потому что все знают, за кого голосовали они сами и за кого голосовали их соседи и друзья. То есть делегитимация. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать. И, наконец, война. Война. Ни в коем случае нельзя ввязываться стране ни в какие военные конфликты. Груз 200 народ не простит. То есть это категорически исключено. Как вы видите, русско-польские войны – это был вот этот вот период перехода от одной династии к другой. Там была война. Илже Дмитрий привез вражеские войска, привел польские войска. То есть война служит триггером революции. Вот эти три триггера – смычка левых и правых, делегитимация власти и война. Вот если они примешиваются к революционной ситуации, тут-то она и возникает. И вот в конце я вам покажу, что сказал о России в 95-м году Георгий Сверидов. Я с ним лично разговаривала. Это великий человек, знаток России. Это, конечно, была информация, скажем, на момент 95-го года, когда некое такое тяготение к коммунистам все-таки было. Ну вот смотрите, что он сказал. И идеи общего счастья, все они сошли в тупик. И революция, романтизм большое было. Люди думали переделать таким образом мир. Но, мне кажется, это попытка, по тому же, так поступила неудача. Сейчас тоже очень много спорить. Тут у России какой-то особый путь или не особый. Или она как бы следует по-западному, уже известному. Или у нее, собственно, какая-то линия развития. Вот как вы думаете, как вы чувствуете? По сути дела, человек и даже, может быть, и целый народ, нация целая, они как-то должны жить, не разрушая в этом. Жизнь – это творчество. В творчестве надо искать. Надо искать свой путь, надо искать свою дорогу, надо стремиться к совершенству. Сейчас отказ к коммунизму. Есть так. Это не потому, что это мой вид непрекрасен, а потому, что вот то, чтобы он все могли клеить, это негодится. Мне кажется, что в этом дело. И опять Россия должна больше всех искать. Вот, видите, Россия должна больше всех искать. Ставится большой знак вопроса. Но Мусоргский, наверное, мог бы подписаться под этими словами, поскольку он показал вот это вот бурлящее нечто, которое неизвестно во что выльется и неизвестно чем станет. Но, по крайней мере, он отметил и то, что могло бы способствовать народному восстанию, и то, что могло бы ему противостоять. Вот такая как бы картина русской истории на фоне современности и на фоне Бориса Годунова. Спасибо вам большое.